Привет, ребята! Салют! Сегодня мы с вами снова поговорим о глаголах движения с приставками. На эту тему у нас было уже снято видео, поэтому это видео уже с примерами. А первая часть была теория. Мы дадим вам 10 примеров. Постарайтесь переводить их сами. Сейчас вылетит птичка. До новых встреч! До новых встреч! Не забудьте остановить видео! Поставьте на паузу и переведите. Беременная девушка отошла от курящего мужчины. Парень попытался перепрыгнуть через лужу, но не допрыгнул. И обрызгал прохожих. Ай-яй-яй! Они объездили весь район, но не нашли нужный адрес. Объездили. Заплывайте. Заплывайте. Заплывайте или не заплывайте? Глагол-то заплывайте, ну а так не заплывайте. 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 The prefix за. За. Ребенок приоткрыл окно и вдохнул свежий воздух. Ты им подсказываешь? Ну ладно. Не забудьте перевести сами. А потом смотрите перевод. У девушки сползла брителька с плеча. С плеча. Ну с чего еще можно? And the last sentence for today. Они ели, унесли ноги. Ели или ели? Они не ели. Они не ели. Они уносили ноги. Once again. Они ели, унесли ноги. Что же они натворили? С PVIем Um-hmm, Если мы говорим о каких-то других глаголах и добавляем приставки, очень часто приставки меняют значение вообще неожиданно. Например, думать, передумать, обдумать, выдумать, to make up, and so on. So here there's not so much logic, unfortunately, but we'll talk about such verbs which are very close to phrasal verbs in English later. That's it for today. Ну, на сегодня, собственно, всё. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, и пока! Bye-bye! Можете писать свои примеры в комментариях. Of course, you can write your examples in the comments. Feel free to do it. Like, subscribe, and see you next time. Bye! Bye-bye! Let me explain a little bit here. Here, 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 here. Hoppa, hoppa! Еще разок, ребят, спокойно. Here we go! Продолжение следует...